Привет! Меня зовут Сергей Мазур, я технический директор чартерной компании «Ехт-Вояж». Мы находимся на катаморальном лагун 450 и уже буквально через час я выхожу на Пальма-де-Майорка на нем. Это плавание будет одиночное. Я вам расскажу, как готовится лодка к такому переходу, покажу, как проходит плавание, как происходят процедуры швартовки, от швартовки в одиночку. Пожалуй, начнем. Подготовка яхты к выходу в море. Начнем с внутренних помещений. Я буду потихоньку рассказывать и показывать, что у нас готово. У нас составлен план перехода. Мы будем двигаться из порта Сигур-де-Калафел на Пальму-де-Майорка. Прогноз погоды у нас такой, что завтра с утра в районе 9 часов по UTC начнет раздувать. Но мы надеемся, что к этому времени мы уже будем в Пальме. Маршрут 125 морских миль. Планируется пройти его за 20 часов. По прогнозу погоды ветра особого не предвидится. Дождей тоже, поэтому практически все время придется идти на моторах. Катамаран, на котором мы отправимся на Пальму, называется Людмила. Здесь у нас документы на эту лодку. Судовой журнал Катамарана Людмила. Положим его поближе и перед выходом начнем его заполнять. Также здесь регистрационные документы. Испанские, английские, страховка. Все это должно быть на борту. Лоции. Балиарские острова. МППСС. Прожектор. Бинокль. Фонари. Это налобный фонарь. Очень полезная штука ночью. Барометр. Часы. Все в рабочем состоянии. Радиостанция. Она у нас проверена. Работает. Будем дежурить на 16 канале регулярно. Марина, из которой мы будем выходить, отзывается на 9 канале. Марина, в которую будем приходить. На 8 канале. Это информация. Взята из локции. Так, что у нас здесь. Куча всяких полезностей. В этом ящике у нас инструкции. На все оборудование. Пусть они лежат здесь. Здесь также инструкции. Небольшой ремкомплект для работы с верёвками. Смазка для лебёдок. Камбуз. Камбуз. У нас переход сутки. Лодка потом отправится в чартер. Поэтому для того, чтобы ничего не пачкать, я взял воды. Немного продуктов, которые можно употреблять без готовки. Сухой корм. Похож на собачий. Так. В общем, камбуз мы использовать не будем. Здесь на камбузе у нас огнетушитель. Пожарное одеяло. Детектор газа. Мы будем пользоваться ручной помпой. Вот она у нас как раз включена на пресную воду. Вот она ручная. Это у нас салон. Катамарана Lagoon 450. Здесь у нас находится панель. Электрическая панель. Панель управления оборудованием. Так посмотрим. У нас включены навигационные огни. Включена навигация. Холодельники включены. Включен инвертор. Сейчас у нас генератор отключен. Итак, проверим. Уровень заряда батарей перед выходом. Пресная вода в первом танке полная. Во втором танке полная. Топливо. Первый танк почти полный. Второй танк полностью полный. Воды у нас на 450 лодке 400 литров. Топлива 1000 литров. Проверим спасательное оборудование. Здесь у нас пиротехника. Штормовой стаксель. Здесь граббек со спасательными средствами. Плавающий якорь. Осталось проверить наличие спасательных жилетов. И можно отправляться для проверки на полу. Вот спасательные жилеты. Перед самым выходом я достану для себя один жилет. И не буду его снимать до момента швартовки в марине. Проверим как у нас работают лияльные помпы. Немного ли воды у нас в лиялах. Итак, в лиялах у нас немножко есть воды. Сейчас мы ее отключаем. Вот у нас отключалась вода из-под моего. Сейчас она суха. Мы отключим помпу. В процессе плавания будем проверять. Поступает вода или нет. И в случае необходимости откачивать. То же самое сделаем и в правом корпусе. Вот слышно, сейчас заработала помпа. Судя по звукам, в правом поплавке воды нет. Здесь у нас находится опреснитель. В процессе короткого перехода он нам не понадобится. Он вообще достаточно редко используется. Даже в чертарах, так как люди часто стоят в маринах и заливают воду там. Он у нас работает. Мы его проверяли еще вчера. Заменены все фильтры. Перед выходом в море нужно проверить все внутренние помещения. Закрыть все шкафы. Проверить ничто ли не упадет. Не открыты ли у нас вот такие вот иллюминаторы. Палубные люки должны быть закрыты. Вот на этом люке мы видим, что как раз он не до конца закрыт. Закроем его до конца. И закрутим вентиляцию. Гальон. Здесь также все закрыто. Люки палубные. Дверцы в душевых каютах можно закрепить. Иначе они будут постоянно открываться на волнении. Убедимся в том, что все шкафы закрыты. В каждой каюте у нас есть огнетушитель. На всякий случай. Сделаем такую проверку для каждой каюты. Итак, вернемся еще раз к камбузу. Посмотрим, у нас здесь ничто не упадет на случай качки. Кружки тоже отсюда никуда не денутся. Они стоят достаточно плотные и биться не будут. Тем более, что это катамаран. Качка у него не такая, как на однокорпусной веке. И, как правило, с посудой в шкафах ничего не происходит. Итак, проходим по каждому шкафу. Убеждаемся в том, что все находится в таком положении, что во время качки оно никуда не упадет. Телевизор. Он закреплен на специальном кронштейне. И никуда не денется. Проверив все внутри, переходим на палубу. В кокпите у нас огнетушители. Вот там они красные, их видно. Вот здесь всякие полезности для яхты. Ничего особенного. Итак, для двигателя у нас комплект масла. Импеллера. Масло для Seven Rive. Здесь в черной коробке масло для генератора. Так, убеждаемся, что на палубе у нас все закреплено по походному. Видно, тендер притянут, чтобы он не болтался во время перехода. Двигатель. Тоже на всякий случай привязан. Швартовый у нас готовый к отдаче. Трап еще не на лодке, но перед отходом мы его поставим. На лодку. Мы проверили автопилот. Радиостанция здесь. Ручки реверса газа. Работают. Чуть позже мы еще проверим масло. Лебедка. Работает. Вчера мы установили паруса. Радиолокационный отражатель. Проверили, все ли в порядке на мачте. Все ли хорошо закреплено. Поставили паруса. Паруса у нас готовы к выходу. Также были проверены все веревки. Якорь закреплен. И застрахован от случайного падения во время движения. Якорная ребедка проверена. Она работает. Так, у нас лагун 450 оснащен генератором. В процессе перехода суточного он нам не потребуется. Но у него проведено техническое обслуживание. Он готов к работе. Здесь все в порядке. В этом рудоке у нас находится запасной якорь. На случай утеряется на него. И там вот имеется швабра. Которая потребуется нам по приходам. На 450 катамаране у нас два двигателя. Охлаждающая жидкость в порядке. Делаем внешний отсмотр двигателя. И сейчас проверим уровень масла. Здесь у нас щуп. Опустим его. Подержим несколько секунд. И достанем. Уровень масла в норме. Он на верхней отметке. С этим двигателем все в порядке. Сейчас проверим масло в редукторе. Оно у нас здесь. Мы его проверили. С ним все в порядке. Так. Автопилот. Уровень масла в норме. То же самое делаем на втором двигателе. Уровень масла в норме. Проверяем масло в редукторе. Мы видим, что щуп сухой. Соответственно, надо лить масло. Проверки уровня масла, осмотра двигателя необходимо делать каждый раз перед запуском. После запуска двигателей смотрим, идет ли охлаждающая вода из системы. Перед тем, как отдача фортовой, посмотрим, не знает ли выход. Вот сейчас выходит одна яхта. Даем ему и выйти. И затем уже выходим мы. Проверим, работает ли навигационные огни. Видно, горит зеленый. Видно, горит красный. Марина Сигурде-Калафел. Сейлинг-Катамаран Людмила. Коулинг, и ове. Людмила, и ове. Сейлинг-Катамаран Людмила left. Теперь Марина, я бы хотел спросить вам о том, что он свободен. Да, да, он свободен. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так как в Марине тесно, то маневировать лучше двигателями. Так как этот Катамаран ставит двигатель в раздрай. И вот как его быстро на одном месте начинает разворачивать. Остальные Катамараны компании Яхт-Вояж отправятся на Пальму немного позднее. При выходе из Марины стоит внимательно смотреть на установку вокруг. Не выходят ли какие-то другие суда. Нет ли впереди препятствий. Скорость должна быть такая, чтобы вы могли спокойно управлять лодкой. Но не очень большая для того, чтобы можно было всегда остановиться. Заправочную станцию проходим мимо. Так как у нас полные топливные баки. Время движения по Марине на Карпоттеру лучше не смотреть. Главное для нас это глубина. Вот здесь она у нас показана. Три с половиной метра. Этого достаточно. Перед этой швартовкой желательно посмотреть на небо. Нет ли вокруг поблизости небольших тучек, которые могут создать локальный шквал. И тем самым затруднить выход из Марины. Но у нас на небе все чисто. Перед выходом всегда составьте план отхода. Что вы будете делать в случае экстремальной ситуации, если вы плохо знаете Марину. Сильных отливов, приливов в Средиземном море нет. Поэтому в какое время дня мы выходим, для нас не имеет особого значения. Основное для нас значение имеет, что мы вышли в светлое время суток из Марины. И прибудем на Пальму тоже в светлое время суток, рано утром. Ночные заходы не рекомендуется. Во многих чартерных компаниях ночная навигация вообще запрещена. В нашей также. Поэтому будем придерживаться общих правил. Так как мы одни на лодке, кранцы и швартовые концы мы уберем позднее на свободной воде, когда рядом с нами не будет никаких опасностей. Осадка у катамарана 1,5 метра. Глубина под килем 3 метра. То есть это безопасная глубина. В большинстве марин с вами соседствуют рыбаки. Поэтому близко от берега вы можете увидеть вот такие вот вешки. Это рыбацкие сети. Поэтому не рекомендуется ночные заходы, потому что есть риск намотать на винт. Но мы выходим днем. И даже днем нужно быть крайне внимательным. Выйдя на свободное пространство, я уже включил автопилот для того, чтобы не отвлекаться на управление и больше внимания уделить визуальному наблюдению. Сейчас можно привязать скорости. Круизные обороты для наших двигателей порядка 2000 оборотов в минуту. Выставим их. Итак, выйдя на свободную воду, видя, что нам нет никаких опасностей, мы можем начинать прибираться на палубе. Кранцы при выходе в море надо снимать, так как волна их может оторвать. Теперь надо прибрать веревки, чтобы они не валялись на палубе, чтобы они случайно не запнутся. Веревки у нас уложены в бухты. Ветер небольшой, поэтому приборы показывают, что он у нас встречный. На самом деле это не так, это просто выпильный ветер, хожущийся. Вокруг красота, практически штиль. Впереди нет никаких опасностей. Чуть справа у нас видно рыбацкое судно. Но оно не находится на пути нашего следования и стоит без движения. Поэтому для нас оно не представляет никакой опасности. Но в любом случае мы будем контролировать его, пока оно не останется у нас полностью позади. Как мы видим, дистанцию до точки поворота 100 миль. Пейлинг на точку 162 градуса. Наша скорость 6,4 узла. Курс 160. Мы сделали запись в судовом журнале. Дата. Судовое время. Лаг. Скорость. Курс. Моточасы. Ветер. Координаты. Записали о том, что мы покинули порт Сигурды Калафел. Двигаемся на Пальма-де-Майорка. На борту один человек. Включены оба двигателя. Курса убраны. Записи ведутся на английском языке. Итак, мы видим, что линия пути у нас направлена на Пальма-де-Майорка. Этим курсом мы будем следовать ближайшие 18 часов. До точки поворота. Ну, а так как у нас все спокойно, из салона мы можем наблюдать то же самое. Но время обеденное. Необходимо подкрепиться. Для того, чтобы у нас были силы не спать еще 20 часов. И безопасно довести катамаран Людмила до Пальма-де-Майорка. Это мой скромный рацион. На ближайшие сутки. Но весело перекатывается колбаса. Начинает качать. Обязательно редбульчик. Вода. Цитрусовые. Они помогают мне переносить кэшку. Доширак. Кунг-фу. Яйца. Яблоки. Чай. Без чая никуда. Лук. Не знаю, зачем я его взял. Хлеб. Немного рыбы консервированные. Огурчики, помидоры, колбаса. И сырок. У нас здесь есть чайник. Электрический, газовый. Газ у нас есть на борту. Также у нас есть на борту еще микроволновка. Которой мы не будем пользоваться. Ни за что на свете кашу есть не стану. Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак баночку варенья, Чтоб живот ощущал удовлетворенья. Пусть стану толстым я, как бочка. Пусть дверь не буду проходить. Но шоколад ванильный и молочный Не перестанем мы любить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok